В Ривненской области очередной конфликт между полицией и старателями, которые незаконно добывают янтарь. Во время спецоперации пострадали трое бойцов черкасской полиции и двое старателей. Инцидент произошел в отдаленном Дубровицком районе, отсюда сложно обеспечить видеосвязь, поэтому наш корреспондент Инна Белецкая, которая находится на месте событий, расскажет все подробности по телефону. Инна, здравствуй, расскажи, какие детали известны тебе? Катя, конфликт произошел на месторождении недалеко от села Черемель. Янтарь там добывают жители разных районов. Десять сотрудников оперштаба по борьбе с нелегальной добычей камня приехали туда на двух машинах. Полицейские изъяли две мотопомпы, когда пытались уехать, дорогу им перекрыли около сотни старателей. К слову, такой способ сопротивления уже стал традиционным для янтарного региона. Агрессивно настроенные местные жители требовали вернуть. Изъятые мотопомпы разбили стекла в служебных автомобилях, напали на полицейских и перевернули их у азики. В результате, как сообщили правоохранители, трое черкасских полицейских получили травмы и пришлось обратиться за помощью в больницу. У двух ушибы конечности и еще одного черепно-мозговая травма. В то же время в Ракитненскую больницу с огнестрельными ранениями обратились два старателя. У них, как сообщили медики, ранение дробью. Вот только такого оружия у правоохранителей на вооружении нет. Следователи же разбираются, когда и как копатели получили такие ранения. В этот момент, что подобные конфликты с представителями оперштаба у местных жителей происходят постоянно. Старатели всегда бурно реагируют на попытки изъять у них мотопомпы и любое оборудование для добычи сырца. Мы находимся на месте событий и уже завтра расскажем больше об этом инциденте. Спасибо Инна. Инна Белецкая была с нами на связи из Ривнанской области. Продолжение следует...